Братья и сестры Братья и сестры, мы слышали ебанского слования о том, как Иосиф, который явился орудием промысла Божия, вот этот старец, который был хранителем девства, Пресвятой Божьей нашей Богородицы, ему во сне является ангел, и Господь через этого ангела повелевает ему взять младенца и бежать в Египет. Вот этот уже в возрасте престарелый старец, праведник Божий, он проходит вот этот путь через пустыню, и уже находясь в Египте, там совершает свою деятельность плотником, добывая пропитание для Пресвятой Божьей нашей Богородицы и для Богородицы. И вот, опять же, Господь через ангела восприявляется ему и говорит, что умерли ищущие души младенца, но он возвращается и поселяется в городе Назаресе. Братья и сестры, в сегодняшний день мы вспоминаем вот этих вот благослов, праведников Божиих, которые послужили в своей жизни, своей жизнью для спасения, для того, чтобы в жизнь пришел Спаситель. Братья и сестры, Иосиф Обучник, это о нем не слышно ни одного его слова в Священном Писании. Он хранил в своей жизни вот эту вот высочайшую добродетель молчания. В какие бы обстоятельства он не попадал, в какие трудности он не переносил, он с покорностью, волей Божией, со смирением все переносил с молчанием. Братья и сестры, Давид, царь и пророк, он в богохновенная, скажем так, труба Божия возгласил в псалмах, и вот эти вот его переживания, когда его гнали, вот эта вот хвала его Богу, вот это вгляд в него в промысел Божий явилось предображением, вот этим пророчеством по пришествию в мир Спасителя. Уже если мы посмотрим первые строки его богохновенной псалтыри, строки первого псалма, первый стих, «Блажен, муж, и живите на совет нечестивых», вот в этих строках заложен образ Господа нашего Иисуса Христа, «Блажен, муж, это Господь наш Иисус Христос». И сегодня же, братья и сестры, мы вспоминаем Иакова, брата Господня Маклосин. Это девственник, который в своей жизни не пил вина, не пил секера, он занимал Иерусалимский престол, руководил этим первым собором, который происходил в городе Иерусалиме, и претерпел мученическую смерть за Христа Спасителя. Когда его убивали, он говорил, «Господи, прости им, не веду и что тваря». И вот сегодня мы вспоминаем этих праведников, которые своей жизнью, своим мученическим, своим подвигом послужили Спасителю, послужили в пришествии в мир Спасителя. И сегодня, братья и сестры, мы верны, конечно же, брать с них пример. Брать пример в их молчании, пример в их слабвении Господа и пример в мученическом исповедовании Господа. Апостол Иаков, он написал одно послание, такое общее для христиан, и он предупреждал, что будут страдания, он предупреждал о этих страданиях. Но также и он обращался к христианам, обращался к верующим с такими словами, что недостаточно одной веры. Вера без дел вертва, говорит он нам сегодня, каждому из нас, в течение своего послания. Вот сегодня, братья и сестры, вдумываясь, всматриваясь вот в эти гиббанские строки, которые мы услышали сегодня, мы видим два образа. Мы видим образ праведника, вовсе праводушника, мы видим образ обезумевшего царя, который, боясь за свое царство, повелевает, дает такой безумный приказ убить младенца. И вот мы знаем, церковь вспоминает 14 тысяч младенцев, первых мучеников за Христа, которые пострадали невинно, бывшие, убиенны, воинами, исполняя приказ вот этого Ирода. Братья и сестры, вот эта вот трагедия, конечно, к этому частично прикасаются те, у кого может быть в каких-то болезнях, в каких-то страданиях страдают дети, только частично. Кто-то в полной мере касается, когда у кого-то Господи отнимают детей, но вот представить, когда столько семей пострадали, конечно же, вот это вот страдание, которое претерпели младенцы за Христа, конечно же, это очень нам тяжело, грубо говоря, представить. В Киеве-Печерской лавре храняется мощь одного из таких младенцев, младенцев, младенцев за Христа, и кто там был, поклонялся в дальних пещерах вот одному из мучеников-младенцев. Братья и сестры, конечно же, сегодняшнее еванское чтение, оно заставляет нас задуматься и о нашей семье. Мы сегодня видим семью, мы видим Иосифа-обушника, мы видим Бесвятую Рудическую Богородицу, мы видим Богомладенца. И, конечно же, Господь и в нашей семье дает детей, дает детей, которых мы должны воспитать, за которых мы ответственны, но мы должны помнить, что это не наши дети, что это дети Господа, и наша задача воспитать их, и воспитание начинается в наших семьях. И если мы хотим, чтобы в нашем обществе был мир, спокойствие, если мы хотим, чтобы человечество шло по Христу, а не от Христа, мы должны воспитывать наших детей в вере, в благочестии, в добродетелях. Вот с этого начинается, братья и сестры, благоденствие нашего общества, благоденствие всего мира. И сегодня, братья и сестры, конечно же, каждый из нас должен вспоминать вот эту вот духовную радость по пришествии в мир Спасителя. Конечно же, мы говорим, что Господь пришел и сказал, что покаятись, в благоцарство небесное. Но сегодня, братья и сестры, мы вспоминаем Рождество Христово. И покаяние, оно будет неправильным, если оно не будет приводить к духовной радости. И сегодня, вспоминая, братья и Рождество Христово, мы должны не только каяться в своих грехах, но и мы должны радоваться по пришествии в мир Спасителя, который пришел избавить нас от греха. Который каждый день, не только в Рождество Христово, но каждый день стучится в наше сердце. И мы должны принять его, дать место ему в нашем сердце, не только в Крайне Рождество Христово, но в дни святых, во все дни жизни нашей. И вот, братья и сестры, Господь говорит, что Сыне, дашь мне свое сердце. Вот, вот вы принесли ему дары, злата, ливан, святую. И вот каждый из нас в сегодняшний день должен принести Господу свое сердце. Тогда Господь будет посетить нас. Тогда мы можем сказать, с нами Бог, разумейся, языцы, и покарайтесь, яко с нами Бог. Аминь. И слава Богу, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok